Приветствую вас, Даниил. Я прочитал ваш вопрос. Давайте мы с вами постараемся его разобрать. Суть вашего вопроса заключается в том, что вы мечетесь между дочерью и новой девушкой, которую вы встретили и которой хотите переехать. Собственно, вы боитесь, что если переедете к новой девушке, то он с дочерью видеться не будет, потому что физической, я так понимаю, возможности этого сделать у вас не будет, а бывшая девочка, которая является матерью вашего ребенка, вас не переваривает, как вы ее. Ну, в первую очередь я бы, наверное, сделал бы акцент на том конкретно, что является проблемой здесь. То есть, если вы переедете к новой девушке, а к новой девушке вам приехать, ну, будет нужно, если вы хотите с ней поддерживать отношения. Потому что, ну, совершенно очевидно, что ожидать бесконечное количество времени на вас не будет и это нормально. Вот, если вы хотите переехать к, ну, вот, к девушке, что будет дальше? То есть, вас не устраивает, например, дистанционное общение с ребенком. Или, может быть, вы не готовы налаживать общение с бывшей девушкой, что необходимо, если учесть, что вы родители. Вот, в чем конкретно проблема, я не очень, честно говоря, здесь понимаю. Вот, не понимаю, в чем конкретно проблема, потому что акценты у вас расставлены, ну, не совсем четко. Да? Вот. То есть, условно говоря, как мне видится ваше противоречие, это то, что, с одной стороны, вы не перевариваете бывшую девушку, и, равно как она не переваривает вас, с другой стороны, вы не можете без своего ребенка. Это, в принципе, нормально. Мне кажется, что, если у вас действительно есть, ну, сильная привязанность к вашей дочери, то ради дочери можно, в принципе, наладить отношения с бывшей девушкой. Ну, по крайней мере, стараться это сделать. Если вы этого делать не хотите, по какой-то причине, то этим, получается, вы расплачиваетесь. Значит, за это вы расплачиваетесь, невозможности увидеть своего ребенка. Вот. И, поскольку, ну, условно говоря, я все же, все же считаю, что, ну, к силу вот того, что люди вы взрослые, то вы вполне можете прийти, прийти к, а, как, ну, в каком-то понимании. С, с бывшей девушкой. И что? Это более чем реально. если вы хотите с ребенком сохранить себя, ну а если вы считаете, что это слишком, если вы считаете, что это много и так далее, это уже вопрос. Вот. То есть никто не говорит, что вы обязаны это делать, никто не говорит, что вам необходимо это делать, но выбор сделать нужно. И вот мне кажется, что задачей психолога здесь, психотерапевта здесь, может быть именно в том, чтобы помочь вам определиться с выбором, помочь вам этот самый выбор сделать и решить то, что вы сейчас решить не можете. Но за вас решение никто не примет. И когда вы просите совета, мне кажется, вы не хотите внести ответственность за свою жизнь. Это может означать, помимо всего прочего, то, что в глубине души решение у вас уже есть, но вы не готовы его признать. Вот. Возможно, задача психотерапевта заключается в том, чтобы помочь вам это решение признать, чтобы помочь вам его принять. принять, принять, что оно есть внутри вас. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Я надеюсь, что вы сформулируете обратную связь, которая посудит начало плодотворной работы над собой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...